Говорят что я Apple обсираю, без основать-то напричем! Выдумываю буквально, фантазер сраный! Ну что ж, давайте поговорим на конкретных примерах что именно вам запрещает делать Apple. Вы купили за много-много денег быдло девайс, а какой-то пидор из Купертино диктует вам как именно его использовать, а как нет. Первое что Apple запрещает вам делать, это качать большие файлы по сотовому интернету. Тут вот один еблофак усирается что это не так, но судя по 1,4 миллиона запросов как отключить этот лимит, еблофак конечно же врет. Фанбой Apple они вообще-то такие врунишки, маленькие негодники. Вот он скрин, размер этого объекта превышает. И две кнопки, окей и отменить. Даже на новостных сайтах про Apple пишут что лимит сначала был 50 мегабайт, потом его сделали 100 мегабайт, и очень надеется что когда-нибудь дядя наконец-то разрешит им качать 500 мегабайт, или даже страшно подумать, даже больше чем 500 мегабайт. Не, конечно предпосылка благая, не дать счету за телефон улететь в стратосферу. Но например на том же Android аналогичная функция реализована в виде предупреждения. Да, файл большой, и лучше бы скачать его по Wi-Fi, но никто не запрещает нажать кнопку продолжить и он скачается по 3G или 4G интернету. Ключевое слово никто не запрещает. Кого вообще ебет мой трафик? Второй запрет. Apple запрещает вам смситься. Если кто не знает, в iMessage есть такая фишка, включив которую можно попытаться сэкономить на смс. Если вы владелец айфона, и отправляете сообщение такому же владельцу, и у вас включенная месседж, и есть доступ в интернет, то сообщение идет именно по интернету, минуя сотовую сеть и как следствие деньги снимаются за интернет, трафик, а не как за смс. Идея конечно благая, но один мой приятель прямо при мне настолько заебался после очередного глюка подаренного женой айфона, что взял и смачно так разъебал его об стол. Блять это было круто. Ну сказал жене что уронил и разбил на лестнице, пошел купил себе нормальный телефон, сидит радуется. Вот только вскрылась проблема, ему перестали приходить смс от владельцев айфон. Потому что их айфон все еще думают, что на этот номер нужно слать не смс, а сообщение через iMessage. Где они и благополучные повисают. Он звонил в саппорт Apple, где ему посоветовали залогиниться куда-то там на сайте Apple и что-то там сделать, естественно он послал их нахуй вместе со всем их Apple, которые он нахую вертел. Да и пароли все остались сохраненными на том разбитом айфон. Короче, проблему в итоге решили вставив симку в другой айфон и отключив там эту блядскую функцию. Но тем не менее, Apple запрещает вам уходить с их устройств на другие, а в случае если вы ослушаетесь, она применяет к вам наказание в виде лишения общения с теми кто остался в той песочнице. А та та по попке! Ну и третий, самый смачный запрет, говорят что Стив Джобс ввел базу данных сайтов, которые ему по какой-то причине не понравились, видите, и эти сайты не открывались на Mac. И вроде как это написано в его автобиографии. Я честно ее пролистал, но не нашел там подтверждения, если кто нашел, поделитесь страницей охуенный пункт же, но я точно знаю, что владельцев айфонов Apple не пускает читать меня изи лайфа ВКонтакте. Потому что моя страница содержит материал для взрослых, а к вам Apple относится как к маленьким детям, негодники вы мои, запрещает, наказывает, решает за вас, что вам лучше, куда вам можно ходить, а куда нельзя, эдакая мамочка. И самое забавное, что вам это нравится, и вы с пеной у рта доказываете. Как же это заебись, когда пидорасы из Купертина тебе все-все запрещают. Прям БДСМ какой-то, где вы унижаемый и подчиняемый.